Я другой такой страны не знаю, где таково надышит челдобрек. Итак, становитесь спонсорами канала. Приветствую всех, всех, кто приходит на канал. Для спонсоров канала бесплатно лечебное и раздельное питание. Супер-дупер книга, причем не просто там какие-то умозаключения, основоположники правильного питания и их рекомендации, которых вы уже неделю встретите. Все это, знаете, давно ушло, забылось и, короче, кругом одна буза. А вот эти вот люди, доктор Бирхен Беннер, Ульям Говард Хей, Макс Герзон, Норман Уокер, основоположники, которые стояли в начале прошлого столетия, даже даже прошлого конца столетия, которые сами болели, которые разработали, и когда еще не было вот этих вот, знаете, протоколов, то есть кто-то внедряет, что, допустим, там питание должно быть вот такое-то, какое-то там такое-то, и все, больше ничего не должно быть. Вот так вот и ни шагу ни влево, ни вправо. Эти же люди свободно творили, нашли средства, нашли методы, оздоровились сами и лечили людей в своих клиниках. Норман Уокер, говорят, он прожил до 110 лет за счет того, что появилась соковыжималка, и он ее активно использовал. Нашел разные рецепты соков экспериментально, которые помогают при той или иной болезни. Бирхер Беннер, Бирхер Беннер, ооо, это глыба в питании. Именно он пришел к такому заключению, что ценность пищи заключается в том, оскока в ней солнечной энергии. И, естественно, в солнечной энергии больше всего свежей пищи, необработанной термически. Говард Хей со своей стороны болел, внес большой вклад в прежде всего библейская такая притча. Доктор, исцели сам себя прежде, а потом лечи. Он это сделал. Ни один врач ему не мог помочь. Кто его знает, что там такое. Молодец, включил свою собственную голову и дошел. Макс Герзон, Макс Герзон Глыба. Немецкий доктор кропотливо исследовал все, что, что и как, как бороться с различными заболеваниями. Отлично, все это, это описано здесь. И для спонсоров канала, которые подписаны на спонсорский плейлист, я вот эту книжечку бесплатно дарю. От спонсоров канала только ихняя электронная почта. И вот эта вот книжечка вышлится им в электронном виде. И вот так вот они будут ее читать. Вот он, Бирхер Бэннер. Глыба. Глыба. То есть, такого обычно нигде нету. Что, что, как там, знаете. Вот что-то там набузились сами. Современные блогеры там. Причем какими-нибудь терминами там. Ферин, ферамарин. Чтобы вы не поняли, что и что, как. И, в конце концов, вас подвели к тому, а покупайте американские витамины. Улья Говард Хей. Американский врач. Продемонстрировал на своем личном опыте, что уменьшение количества белков в диете способствует успешному лечению таких заболеваний, как ревматизм, астма, мигрень и другие. А при возвращении к прежней пище возникают рецидивы. В возрасте 41 года он сам тяжело заболел. Заболевание почек, глумеролонефрит, с высоким кровяным давлением, что привело к расширению сердца. Видите, одно тянет другое. Даже ему, врачу, у которого были преимущества, возможности привлечь специалиста, пришлось услышать. Вы неизлечимо больны. И, как говорится, и хрен с вами. Муравейник живет. Кто-то лапку сломал, не в счет. А помрет, так помрет. Ну и шо, шо помрет. Но Хей не отступил. Длинными ночами, мучаясь от бессонницы и от дышки, он думал и думал. И, наконец-то, как и принял решение, вылившийся в мужественный... А потолкнул его на подобный эксперимент доклад британского военного врача, полковника МакГаррисона, где тот рассказывал о народе хунза. Вы все это можете услышать, прочитать, применить для себя. Накопив опыт, доктор Хей написал книгу о своем целебном методе, в котором указывалось, что частыми последствиями неправильного питания людей являются многие телесные заболевания, низкая работоспособность, повышенная чувствительность к стрессам и депрессиям. А сейчас, когда еще идет фальсификация продуктов питания, как можно дешевле произвести продукт, обернуть его в красивую упаковочку и продать, чтобы извлечь максимальную выгоду. Ужас! Доктор Макс Герзон, врач из Джермании, показал роль поваренной соли как фактора, вызывающего и усугубляющего некоторые болезни. Существенно дополнил учение правильного питания Беннера, Хея. В молодости Герзон страдал сильными головными болями, мигренью, избавиться от которой не мог. Ни один врач не смог вылечить его от простой головной боли. Не мог, понимаете? Не мог. Потому что не хватало знаний, элементарных знаний, которые вы получите через эту книгу и далее в моей книге, если захотите. Мигрень раздевала разрушить карьеру молодого врача, то есть ее приступы повторялись 2-3 раза в месяц. Во время таких приступов он был вынужден находиться в темном помещении. В это время у него была рвота. Он не мог не есть, не пить к нормальному состоянию. Он расстрелялся через 2-3 дня, а когда наступал следующий приступ, и все повторялось снова. Врачи из Бреслау и Берлина пришли к умному выводу, что в данном случае имеет место конституционное нарушение. И потому они бессильны чем-либо помочь. Знакомая ситуация. Тысячи людей ежедневно встречаются с тем, что вам бессильны помочь, бессильны помочь. А при этом могут еще взять хорошие деньги, полетить в кавычках, а потом сказать, ну мы тут бессильны вам помочь. А человек остался нищим, больным, никому не нужным. Будьте нужны хоть самому себе, самому себе будьте нужны. Вооружитесь соответствующими знаниями. И вот эти знания, вот эти вот люди нам передали, передали, ну воспользуйтесь ими хоть чуточек. И наконец-таки Норман Уокер. Но говорят Норман Уокер не столько доктор, как он предприниматель. Потратил много времени и средств на исследовании целебных свойств сырой растительной пищи. Он написал книгу «Сырые овощные соки», в которых рассказал о пользе свежевыжатых овощных и фруктовых соков, а также об их применении для лечения конкретных заболеваний. Вот она, пожалуйста. Использование свежевыжатых соков в лечебном питании. Можно оздоравливаться, знаете, какие-то горечи есть, можно еще что-то делать, а можно приятно. Особенно, знаете, когда нету чего-то такого у вас вот серьезного, а все-таки здоровье требует какого-то ухода. И вот как раз с помощью свежевыжатых соков вы можете прекрасно и приятно позаботиться о своем здоровье и улучшить его. Вот они соки, вот они соки, при каких заболеваниях они действуют. Также тут идет смесь соков. Какая смесь соков более эффективна при том или другом виде. Итак, становитесь спонсорами. Спонсор не наше вроде слово, а как у нас слово есть, такое хорошее у нас слово есть. Поддержите канал, поддержите канал. Все хотят что-то на халяву, все хотят что-то по-быстрому, все хотят что-то. А полезное дело надо поддерживать, поддерживать, чтобы оно не заглохло. И это в ваших силах. Если, конечно, это вам как-то интересно, нужно. А если вам не интересно, не нужно, ну тогда, пожалуйста, смотрите там разного рода развлекухи. Но потом, когда жареный петушок у попочку клюнет, ну тогда уж, тогда уж. Записывайтесь в спонсоры. Ты записался в спонсоры. И получите эту книгу. Далее вы, по мере того, как я буду другие книги какие-то делать, обновлять, я буду это спонсором в первую очередь высылать просто-напросто бесплатно. Даете свой электронный адрес, и я вам высылаю в электронном виде. Для всех же остальных эту книгу можно приобрести. Стоимость ее 100 карбаванцев, то бишь рублей. На 7 заканчиваю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова